МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вообще, это большой деликатес для наших рогат. Что-то типа шоколада, Сату говорит. Как называется? Якала. Ну, а вообще, если честно, вот, пахнет просто грибами. Сату, а как мы будем подзывать оленей? Обычно мы зовем их по именам. Но иногда я кричу вот так. Это имя или просто звук? Нет, это такой клич для всех оленей. Это звук, ребята. Уже забыл? Дождите, я запишу. Сейчас я на телефон запишу. Я решил перед тем, как прийти в гости к рогачам с угощениями, все-таки выучить их имена. Клички вроде несложные, но взлетают-вылетают из-за одного уха в другое и не задерживаются. Что заметил? Парней рогатых каждого зовут по именам, а девчонок безрогих одним общим словом кликают. Ферма финской хозяйки по имени Сату Паласаари это идеальное место для побега из бесшумных финских цивилизаций. Дела в деревне никогда не заканчиваются, как известно. Попробуем присоединиться и похозяйничать. Ребят, сейчас я попробую позвать всех оленей к себе. Ну, получится или нет, сейчас посмотрим. Потому что ведь они могут реагировать только на голос своей хозяйки. О-о! О-о! Оптио! Оптио идет, смотрите! Миккис! Миккис! Миккис, пожалуйста! Парни степенные, настолько гордые, что гурь-бой не бегают. Ждут персонального приглашения. Вываливаются из своих загонов так чинно, неспешно. Все, как у людей. Ну, я же девчонки. Так, слушай. Ну, ты наглая женщина. Лови! Вот там! Скорей! Олени однозначно по национальности финны. Такие же беззвучные и спокойные. Но вне всяких норм и установок, кто? Конечно, оленята. Они про законы о повсеместной тишине не слышали. Поэтому орут спиногрызы. Орут, что есть мочи. Ну, как нежно звучит по-фински слово «мама». Слышали? Задавать Сату вопрос о количестве ее оленей, это все равно, что порыться в ее кошельке. Сегодня олени – это бизнес. Мясо, шерсть, рога, шкуры, туристы и молоко. Вот последним сейчас и займемся. А для чего эта кружка? Ты будешь доить вот сюда. А. А, вот так? Я думаю, в ведро. Зайца, почувствуй себя оленихой. Заходим. Я наивно полагал, что услышу что-то похожее на звуки из бабушкиного лета, когда молоко так вшит-вшит за минут 20-30 заполняет пятилитровую ведро. Все не так, ребята. Все не так. Ну, я хочу сказать, довольно там спокойно, тихо так. Не хватает классической музыки. Когда я делала это в первый раз, олени очень испугались. А для того, чтобы давать молоко, они должны быть очень-очень спокойными. Я начну доить первое, она привыкнет ко мне, моим рукам, моему голосу, а затем уже попробуешь ты. А если она не расслабится, ничего не получится. Кто не даст молока? Понял. И нам придется ее отпустить. А может, мне спеть для нее? Да, это очень хорошая идея. Атмосфера должна быть умиротворяющей. Никаких резких звуков. Полный релакс должен быть. Говорить лучше по-фински. Теряю самообладание, потому что, ну, нестандартная ситуация для моей жизни. Оленье молоко – это самое галорийное молоко. По сравнению с коровьем, в нем в три раза больше белка и в пять раз больше жира. Чтобы переварить, его разбавляют в аду. Сатул очень нежно говорит. Ух, конечно, ласкает, что ты скажешь. Уж не знаю, что тут оленятам достается. Короче, я тоже попробую включить режим вкратчивых причитаний. Глядишь, и молоко рекой. Я, конечно же, все делаю аккуратно. В надежде, что ты дашь хотя бы капельку. Не получается. Но я попробую еще. И, пожалуйста. Молока, по-моему, сегодня не будет. Дояр был плох. Дойка не удалась. Вообще, считается хорошо, если олениха даст хотя бы пол чашки. За один одой. Чашечка за один подход. В общем, дело неблагодарное, скажете вы. Но когда узнаете, что один литр оленевого молока стоит 120 евро, слова свои заберете обратно. И как миленькие продолжите уговаривать маму оленя накапать еще капельку центов. Кстати, о песне. Если кто не знал или знал-то позабыл, это одно из главных условий нашего акустического турне. С помощью песни мы знакомимся, общаемся и пытаемся заработать на ужин. Иногда получается, иногда нет. Чаще мы все-таки со страной расстаемся сытыми. Вчера неувидающую летку Йенку я пел и танцевал на всех знаменитых хельсинских улицах. Мне понравилось. Только вот я после сауны как-то не решился ее исполнять. Но сегодня от летки Йенки не отнекаешься. Возвращаемся к нашим оленям. Факт. Оленя дойка абсолютно умиротворяющее действие, которое сопровождается ласковыми уговорами хозяйки. А значит, мужчинам здесь точно не место. Расслабляет по полной. Можно захрапеть. Это все. Чуть меньше чайной ложечки в нашем стаканчике. Я сейчас попробую это все делать. Такой глоток здоровья, друзья, получил от оленихи по имени Рауха. Спасибо. Красавица. Настало время мужской работы. Глава семейства, его зовут Мика, завел свой вестиход. Работу сейчас пойдем делать. Поступил срочно звонок, друзья, сказали, что наши олени мешают на проезжей части кому-то. Вообще, ежегодно более 4 тысяч оленей гибнут на дорогах. Дело все в мошках, которые здесь мириады. И они так достают бедных животных, что те выходят из леса. И гуляют по проезжей части, потому что на открытых пространствах этих тварей гораздо меньше. Этот рейд по разгону рогатых для Мики обычная работа. Задача напугать и отогнать подальше в лес. Думаете, Мика будет гонять оленей? Как бы не так. У нас на это дело есть собака. Как ее зовут? Сяга. Она будет гонять рогатых. Ну все, мы на месте. Сейчас что-то будет. Старо! Вперед! Вот так быстро и резко закончилась мужская работа. Сака! Увлеклась Сака! Красавица! Как быстро сделала свое дело, да? Видели? Расстаемся с финской семьей довольны и счастливы. Звуки есть, и они фирменные.